Привет друзья! Снова мы вместе на природе. Выехали мы на охоту, но сегодняшнюю охоту я хочу начать со стрелопатронов. Потому что был я на прошлой охоте, так красиво на меня три уточки налетали, как в тире. Дождался, подождал, прицелился, вот бах-бах-бах и все, и ничего. Утки улетели, я стою, такой ничего не понял. Надо мной вот такой большой знак вопроса нарисовался. В общем, как-то непонятно. Причину этому я так и не выяснил. Поэтому, как бы, чтобы зря не тратить свое время патроны и все остальное, взял, нашел кусок картона, вот такой. Потому что заехал в охотничий магазин, спросил мишени, нету никаких. Ну вот у нас в городе их нету. Никто не хочет их покупать, как бы их мало берут, это дорого стоит. Ну, вопрос не в том. У нас есть чудесные маркеры, есть чудесный картон. Сейчас на поддоме я нарисую, не знаю, что получится, посмотрим. Ну и буду отстреливать. Вот я взял пачку патронов, вот такая. Это клевер, итальянские. Вот так они выглядят. Вот, вот ее данные. Это двойка, три с половиной миллиметра, это диаметр дроби. Ну, кто понимает, тот поймет. Почему? Потому что я говорю в прошлом видео, все-таки я хочу перейти на более крупную дробь, не пробивает. Ну, так как у меня их целая пачка, именно их я хочу стрелять. Ну, хотя бы два выстрела, чтобы понять особь, все остальное. По оружию, я уже говорил, у меня МЦ-21-12. Здесь дульное сужение, постоянный, полный чок. Так что, ну, именно ее я беру на охоту на утку. Будем стрелять с нее, посмотрим. Расстояние по шагам сейчас примерно посчитаю. Ну, так примерно поставим стандартное, на каком расстоянии стреляю утку. Далеко не стреляю, потому что не найдешь. Близко она не подлетает. В общем, пошли мы рисовать мишеньку и стрельнем хотя бы в два-три раза посмотреть, как это все происходит. Ну что, есть такая пословица. Я художник, я так вижу. Сейчас я буду рисовать утку в полную длину, средних размеров, как я ее вижу, не знаю. Вот где-то вот здесь примерно в середине. Ну, у нас уточка где-то вот так. Вот так, наверное, да? Здесь нарисуем. Клюв, голову, шею, туловище, хвост. Ну и как-то вот так, наверное. Примерно, блин, маркер не рисует. Вдруг глаз попаду. Вот так вот. Вот так, вот так. И две лапы. Раз, два. Я не знаю. Может быть, похоже. Может быть, нет. Киса, скажи мне, как художник художнику, да? Да. Рисовать умеешь? Да. Не, ну ничего, неплохое получилось. Уточка. Не, главное размер. Вот. Ну вот, наведи ее, хорошо видно было. Да, я думаю, увижу. Вижу. Я ее. Обведи ее. Надо видеть, как он рисует. Слушай, я знаю, чем надо заняться. У нас нет мишеней в городе. Я начну рисовать мишень, надо продавать. Да? Нет, ну примерно такой размер. Средняя утка. Та-та-та. Ну да. Типа летит. Ну вот. Все, пойдем ставить. Да. Сейчас найдем место такое безопасное, чтобы я мог стрельнуть. Потому что уже темнеет. Уже пора вставать на точку, а мы тут все никак не нарисуем. А я птички рисую еще. А я птички рисую. Все. Пойдем. Пойдем. Куда мы станем? На машину в Кипепеле. Ага. Где-то там. Уже и солнышко село, закат полным ходом. Только светило. Так быстро садится. Да. Давай ставь его, может, вот здесь вот. Вон это. Чайки. Чайки там. И в полной этих чаях. Это чайка так кричала только что, да? Чайки, вороны, да. Я думала утка уже. Вот какой закат. Ой, такие тучки красивые. Ладно, поставим она здесь. Какие девки? Да они там. Не зови их сюда. Мастил свое произведение. А что-то криво. Ты отсюда вышли, да? Да, да, но здесь все-таки безопасность. Это превыше всего. Здесь песок. Даже если чего, я уже уверен, что никуда вдруг не полетит. Ну, сейчас шаги будем мерить. Пять, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вот двадцать шагов, наверное, еще чуть дальше. Закрыло. О, ветром. Ты там крестик поставь, где ты стоишь. Вот условия максимально приближенные, как это. Я не буду долго целиться с подкладкой. Вот, сделай так быстро. Типа раз, быстро увидел и стрельнул. Ну, буквально за секунду. Как это получится? Давай обходи, бои нам, боится, уже позакрывало. Тепые отверстия ступательные. Слышишь? Да. Это вырежешь. Что? Встала? Да. Ну, типа стою, 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 стою. Ну, вот я уже вижу результат. Что? Промахнулся? Очень сильно занижает. А-а-а. Вот что ты тогда в тех уток не попал. Вот почему. Где? А, вон дробь. По голове и попало. Сейчас приближу. Вот видно, что не было. Цаполь полетела. Сейчас я спущусь. Снимаешь? Да. Вот оно как получается. Ну, сейчас отмечу. Ну, вот ребята, результат. Сразу стало видно. У меня, получается, занижает. Да. Очень сильно. Значит, надо немножко открывать планку. Ну, по голове что-то попало. Ну, а это в центре россыпи вот. Сейчас мы отметим. Еще раз стрельнем с корректировками. В принципе, на таком расстоянии, это дробь бесконтейнерная. Полный чок. Ну, двойка крупная. Ну, россыпь как бы нормальная, если попадаешь в центр. Да, ведь Симон не закрылся. Еще раз говорю, это полный чок. Ну, тут по ней вообще ничего. Вот одна сюда ушла дробина и в шею. Ну, если я такой снайпер был, глаз попал. Но такого не бывает. Это буквально ни о чем. Ладно. Ну, и пару дробин вверх ушло. Это такое. Ну, вот так вот. Все? Удобно будет с той стороны стримать? Два. Пошли. Попытка номер два. Я готова. Сейчас мы второй раз выстрелим. В принципе, буду делать то же самое. Посмотрим на тенденцию. Так это или не так. Так это или не так. Тоже самое? О! А теперь? Теперь нормально. А теперь смотри в лесу. Ну, ближе пойди покажи. Получается так. Ну, вот теперь вот здесь. Вот она вверх пошла. Не, в принципе, нормально. Ну, в принципе, центр осыпи вот. Ну, как бы нормально. Но взял чуть-чуть выше. Я получается вот. Это ты взял выше? Я взял чуть-чуть корректировку, да. Угу. Угу. Ну, да. Вот как она пошла. Это обведенная, потому что это первый раз. Так, в принципе, смотри как тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, больше двадцати дробинок. Ну, пятнадцать точно есть. Угу. Вот такая курочка. Ну, все. Патроны больше тратить не будем. Какая-то тут живет. Да не, мы заберем. Да. Ну, давай, может быть еще. Да, потом еще придется нам. Патроны хорошие такие. Резкие. И талия есть и талия. Да. Пачки. Ну, вот, друзья. Острелял два патрона. В принципе, понял, в чем питание. Посмотрим. Главное теперь, чтобы утка налетела. И наш этот результат отстрела попробуем применить в действии. Если будет, почем. Уже как раз вечерея, то через полчаса я начал тудочка летать. Заходим на позиции. Ну, и ждем. Ну, вот так. Такой я гельчатай. Не знаю. Надеюсь, утка не испугается. Ну, вот, друзья. Сегодняшний вечер все-таки уменьшался успехом. Ну, одну добыл. Потому что еще толком не определился, где места. Немножко туда-сюда. Ну, уже процесс пошел. Одно радует, что я как бы не совсем плохой охотник. Нашли мы все-таки утку. Будем надеяться, что и дальше будем здесь охотиться. Будет какой-то результат. Результат. Все. Пока-пока. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова